Аппарат главного ревизора по безопасности движения поездов отмечает юбилей. 75 лет назад, в 1937 году, Народный комиссариат путей сообщения сказал «нет» авариям и несчастным случаям на дороге. Именно тогда на центральный аппарат главного ревизора была возложена почетная миссия следить за порядком на магистралях. О том, как выполняется эта работа сегодня на Забайкальской железной дороге, в материале Евены Косяковой. В 30-е годы прошлого века на железных дорогах молодой страны не было какой-либо систематической работы по обеспечению безопасности движения поездов и маневровой работы. Аварии же приводили к длительным перебоям в движении поездов и часто к человеческим жертвам. Ликвидация последствий сходов занимала очень много времени. Появление в тот момент ревизорского аппарата было как нельзя кстати. Его главной задачей стало предупреждение аварий и несчастных случаев. Спустя 75 лет обязанности мало изменились. Работа дорожного ревизора по безопасности движения поездов – это прежде всего профилактика тех проблем, которые могут грубо нарушить отлаженную работу железной дороги. Ревизор должен проверить правильность действий каждого руководителя, каждого работника и в то же время дать им оценку их работы. 62 человека входят в аппарат главного ревизора Забайкальской магистрали. Каждый курирует определенное направление, например, вагонное или путевое хозяйство, а также 156 структурных подразделений. Такие проверки случаются каждый месяц. Ревизору приходится держать в памяти десятки, а то и сотни нормативных документов и практически ежедневно обновлять свои знания. В процессе работы и технологии меняются, новые какие-то устройства вводятся, на все это своя новая документация. Это постоянно нужно изучать, знать, потому что просто так ты уже не приедешь на станцию, допустим, не зная какого-то нового оборудования, будешь его проверять. В 2011 году количество событий снизилось на 47%. За несколько месяцев текущего также наблюдается улучшение показателя безопасности на 32-36%. Этих результатов удалось добиться в том числе и благодаря работе общественных инспекторов. В эту категорию может попасть любой железнодорожник, заметивший неисправность, которая может навредить безопасности. В прошлом году общественными инспекторами было выявлено более 22 тысяч нарушений. На принятие решения буквально считанные, даже бывают секунды, чтобы успеть вовремя выполнить возложенные на тебя обязанности, поставить в известность руководство, чтобы были приняты своевременные решения на местах. И в 20 веке, и в новом тысячелетии важнейшим показателем для железной дороги остается безопасность движения поездов. Поэтому самыми главными качествами дорожного ревизора считаются принципиальность и справедливость. И так уже 75 лет.